Если вы хотите наслаждаться в своем саду не только пышным цветением эффектных цветов, но и восхитительным ароматом, посадите очаровательную туберозу. Это растение не зря еще называют королевой ароматов. Яркий запах этого многолетника сравним с дорогим парфюмом. Тубероза еще известна как полиантес клубненосный. В переводе с греческого название этого растения означает блестящий или белый цветок. В восточных странах данную культуру прозвали «ротки рани», что означает «королева ночи». Стоит отметить, что волшебный аромат цветов туберозы многократно усиливается именно в вечернее и ночное время. Удивительно, что этот красивейший клубнелуковичный многолетник смог покорить своей красотой и чудесным запахом весь мир. Цветение длится с июля по сентябрь-октябрь. Белыми соцветиями из нежных махровых цветов туберозы можно любоваться часами, а ее чудесный аромат способен очаровать любого. По своей красоте цветы полиантеса иногда сравнивают с фарфоровыми. К тому же соцветия этого многолетника идеальны в букетах и способны сохранять свой вид не менее двух недель. Родиной полиантеса считается Мексика, хотя есть данные, которые свидетельствуют о происхождении этого древнего цветка из Филиппин и Малайзии. Как декоративное растение туберозу стали культивировать еще в древние времена. Например, в Мексике его выращивали еще со времен ацтеков. В Европе этот цветок появился много веков назад. Его полюбили не только за красивый вид, но и волшебный запах. С туберозой связаны самые разные легенды. Считалось, что тот, кто хоть раз вдохнет ее аромат, будет навеки влюблен. Полиантес считается сильным афродизиаком. На его основе даже сегодня производят разные препараты, в том числе помогающих справиться с тревожностью, как легкий антидепрессант, как мощный спазмолитик для улучшения кровообращения и лечения патологии либидо и фригидности. Именно поэтому в старину к садам, где выращивали туберозу, даже близко не подпускали незамужних девушек, берегая их от любовных искушений. Высота растений зависит от сортовых характеристик. Тубероза может отрастать на 45-90 см. Из одного клубня появляются по два стебля со цветиями. Но в садах с теплым климатом их может насчитываться до 6 штук. Цветки белые или розоватые. Они могут быть простой и махровой формы и составлять в диаметре около 3 см. Их длина не более 6 см. Хотя есть сорта и виды с лиловой, ярко-розовой и даже желтой окраской. Тубероза выпускает длинные цветоносы, которые густо усеяны эффектными, ароматными цветами. Причем соцветие сохраняет свою декоративность около месяца. На одном цветоносе бывает до 40 цветов и бутонов. Очень красиво выглядит сочетание уже раскрытых белых цветов с удлиненными розовыми бутончиками. Каждый цветонос словно нежный ароматный букет. Во многих странах с теплым климатом этот многолетник массово выращивают в открытом грунте в качестве эфирно-масличной культуры. Есть сорта, которые используют в парфюрмерной промышленности. На основе этого растения создана целая линейка дорогих духов и туалетной воды. Эфирное масло, получаемое из этих цветов, стоит очень дорого. В регионах с холодным климатом клубни-луковицы на зиму не оставляют. Перед высадкой весной их необходимо прорастить. Для этого уже в феврале луковицы укладывают во влажный мох и заносят в притененное теплое место, ожидая появления зеленых ростков. Для этого хорошо подойдет мох с фагнум, который не проблема купить в садовых магазинах и супермаркетах. Далее клубни-луковицы высаживают в контейнеры с рыхлой питательной землей. В почвосмесь для рыхлости добавляют песок. Посадку производят так, чтобы всходы оставались над уровнем грунта. Горшки ставят в теплое, светлое место до мая, а с приходом устоявшейся теплой погоды их высаживают в сад или пересаживают в более объемный контейнер сразу по несколько штук. Туберозы, в отличие от других луковичных культур, на старых клубнях не цветет. После того, как луковица отцвела, она уже не выпустит цветоносы, но ее можно использовать для размножения. Детки, молодые луковички, как правило, отсаживают во второй половине лета. Если их не отламывать, то цветение может затормозиться, так как все силы растения направят на свое потомство. Туберозу можно выращивать не только в открытом грунте, но и в контейнерах. Особо красивы ее совместные посадки из разных сортов. Для контейнерного выращивания отлично подойдут компактные растения с высотой не более 45-60 см. К таким относятся популярный махровый сорт The Pearl или лилово-розовая тубероза Розовый сапфир. Шикарные, ароматные кисти этих растений не только украсят вашу территорию, но и наполнят ваш сад восхитительным ароматом. Причем к вечернему времени он только усиливается. Палеантес можно с успехом выращивать даже в домашних условиях или на балконе. Только учитывайте, что не все могут выносить столь яркий запах этих цветов. Есть люди с крайней чувствительностью к запахам и аллергике. Таким выращивать это растение дома не рекомендуется. При посадке в саду выбирайте хорошо освещенные участки, прикрытые от сквозняков. Имейте в виду, что на ветру длинные цветоносцы могут паникать и вам придется их подвязывать. В регионах с морозными зимами туберозу нельзя оставлять на зимовку в саду. Как правило, клубни луковицы выкапывают в октябре, перед приходом заморозков. Их необходимо аккуратно очистить от земли, продезинфицировать в розовом растворе марганцовки или в препарате Максим. Обязательно подсушить и только потом отправлять на хранение. Луковички можно уложить в сухой мохсфагнум, в картонную коробку и сберегать при температуре около 10-17 градусов. Садоводам более южных территорий повезло больше, так как выкапывать на зиму их не потребуется. Кстати, к почвам тубероза неприхотливая. Она станет расти на сокглинках и в обычной садовой земле. Хотя для обильного цветения клубни луковицы лучше высаживать в хорошо удобренный и рыхлый грунт. Палеантес также не подвержен болезням и вредителям. Эти цветы достаточно неприхотливы к уходу и подойдут даже дачникам выходного дня. Они неплохо выносят пересадку и смену погодных условий. А их эффектный вид в сочетании с ярким запахом преобразят не только ваш сад на долгий период, но и домашнее помещение. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях мнением по этому растению. Посоветуйте, какие еще редкие ароматные луковичные цветы смогут украсить сад или домашний интерьер. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok